Добрый день, друзья! Сегодня я бы хотел представить вам два своих новых инструмента для художника. Универсальную модульную палитру и держатель референса. Эти два инструмента, как и мой муштабель, могут крепиться непосредственно к подрамнику картины. Подрамник картины – штука достаточно крепкая, это и позволяет собрать удобную систему для живописи. Что дает такая компоновка? За годы практики я заметил, что чем ближе палитра расположена к холсту, тем проще, быстрее и точнее происходит подбор цвета. То же самое касается и образца, если в своей работе вы используете референс. Дезориентация при сравнениях по разным параметрам – тону, цвету, насыщенности и даже самому рисунку – минимальны, когда все три плоскости находятся рядом. В предложенной мною системе принципиально важны четыре момента. Все три плоскости легко настраиваются перпендикулярно взгляду, освещены приблизительно одинаковым количеством света, расположены на одинаковом расстоянии от художника и, главное, все три плоскости расположены максимально близко друг к другу. Они сведены практически воедино. Обычно у художника палитра и полотно находятся на значительном расстоянии. Освещены по-разному, ловят разные рефлексы, цвета трудно сравнивать. И подсознательно художник обычно не сравнивает их точно, так как цвет на палитре и на полотне будет всегда немножко отличаться. Художник берет приблизительно нужный оттенок цвета и, положив его на полотно, смотрит, что получилось, затем уточняет и подгоняет его до нужного результата. Работая же с близко расположенной палитрой и в одной плоскости с холстом, мы видим, как цвет с нее ляжет на полотно без изменений. Это принципиально важно. Мы учимся думать на палитре, сравнивать и работать с минимальными поправками, не разводя грязь на полотне. Особенно это полезно начинающим художникам. И еще очень важный момент. Когда плоскости расположены на одинаковом расстоянии и в одних условиях освещения, глаза практически не устают при частых сравнениях, так как отсутствует вынужденная аккомодация глаз от изменения расстояния до объектов сравнения. Глазным мышцам не нужно перефокусироваться каждый раз на различные расстояния. Также одинаковая освещенность, к примеру, палитры и вашей работы, сводит к минимуму так называемый зрачковый рефлекс. Зрачкам глаз не нужно будет подстраиваться расширением или сужением каждый раз к разному количеству отраженного света. Все это, безусловно, делает работу более комфортной и, надеюсь, не так сильно изнашивает зрение. Палитра. Перед началом работы крепятся к нижней рейке подрамника с помощью специальной струбцины. Винт вкручивается в подрамник на несколько миллиметров, достаточно легко и надежно крепит всю конструкцию в единое целое. Если у вас слабые пальцы, последних пару оборотов можно сделать кончиком кисти. В ответной части напротив имеется настраиваемый по высоте шип. Нужно крепко соединить два предмета и проверить прочность соединения. Точно так же к боковой части подрамника можно прикрепить держатель для референса. После того, как мы убедились, что конструкция надежно соединена, ее можно установить на мольберт. Практически у любого мольберта есть вот такая выступающая планка-ограничитель, за которую мы цепляем нашу палитру. Сверху холст должен быть надежно закреплен верхним зацепом. Теперь наше рабочее пространство готово к работе. Остается лишь выдавить нужные краски на палитру, выставить углы трех плоскостей перпендикулярно взгляду и приступить к живописи. Модульная палитра универсальна. С прикрепленным холстом эта конструкция может работать не только на мольберте. Если у вас нет мольберта, можно повесить конструкцию за подрамник просто на гвоздь в стене. Роль мольберта здесь выполняет сам подрамник картины. И это вполне рабочая схема, если ваше помещение ограничено, чтобы восстановить большой мольберт. Кстати, нижняя часть холста выпирает вперед, что делает удобной работы с нижней частью картины. Это важно. У палитры в нижней части имеются две складные ножки. Разложив их, можно удобно работать сидя или стоя за столом, как с ноутбуком. Эти ножки не только служат надежным упором, но и могут приподнять модуль при наклоне. Очень удобно работать с данной конструкцией на краю стола, опирая палитру на колени. Также вполне удобно работать сидя, держа эту легкую конструкцию на коленях, как своеобразно ноутбук. Например, на планере или в мастерской. Кстати, такая система крепления палитры подойдет и для лежачих больных, если работать с небольшими размерами холста. И это я вполне серьезно. Опирая легкую конструкцию на колени, лежа работать вполне удобно, так как система цельная. Рядом с нами живут и пожилые художники, да и просто люди, прикованные к постели, которым было бы очень важно разнообразить свою жизнь. Вспоминаем Фриду Кало и т.д. В комплекте имеется съемная палитра. Она двухсторонняя, обе ее стороны грунтованы и лакированы. Также в качестве палитры можно использовать и основную опорную площадку. Для смешения красок со временем можно использовать любую подходящую палитру, кусок пластика и т.п. Обычно масляными красками удобно работать на вертикальных поверхностях, но если иногда вам нужно будет поработать с очень жидкой, текучей краской, съемную палитру можно положить, взять в руки или же сделать угол палитры горизонтальным. Степень сопротивления раскрытия палитры легко регулируется ключом. Идет в комплекте. В конструкции палитры предусмотрено два отверстия для саморезов. Саморезы также идут в комплекте. С помощью которых мы сможем прикрепить палитру к нижней части опорной площадки мольберта. Некоторые виды мольбертов это позволяют сделать. В этом случае у нас получается небольшой стационарный откидной столик, который можно использовать как подставку для палитры или для других задач. Ну а сам холст ставим на мольберт традиционным способом. Кстати, в нижней части палитры предусмотрено два отверстия для крепления винта, к которому можно прикрепить масленку с любой из сторон. Такой винт также идет в комплекте. Теперь про держатель референс. Этот инструмент также достаточно универсален. На него можно установить не только фотографию практически любого размера, но и телефон или планшет. Этот держатель я разрабатывал специально для планшета. Он может легко выдерживать, например, такой большой планшет, как 13-дюймовый Apple Pro как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Планшет или телефон можно зафиксировать с помощью верхнего барашка. А держатель может быть прикреплен не только в боковой, но и к верхней рейке подрамника на любом ее участке и фиксировать референс вот в таком положении. Иногда это удобно. Кроме регулировки плоскости образца к работе, его положение регулируется еще по двум плоскостям. Его можно как приблизить, так и отдалить от работы, а также поднять или опустить. Также держатель можно закрепить к вашему мольберту стационарно с помощью винта или самореза. Отверстие предусмотрено. Возможность в достаточно широком диапазоне оперативно поднимать или опускать держатель по высоте делает возможным работать с образцом как стоя, так и сидя. Кроме всего прочего, этот держатель удобно стоит на столе, при этом угол наклона легко регулируется. Также он может использоваться как маленький мольберт для миниатюр, подставка для мини-палитры или просто симпатичная подставка. Думаю, можно найти еще какие-то сценарии использования этого универсального держателя. Инструменты высокого качества, изготовлены из бука, покрыты несколькими слоями стойкого к маслам и разбавителям лака. Полную информацию о возможностях применения инструментов смотрите в расширенном видео, ссылка в описании. Информацию о приобретении смотрите на моем сайте или в описании к этому видео. Спасибо за внимание, хорошего дня! Продолжение следует...